Здание, хранящее много тайн и историй Привет, друзья! Сегодня мы гуляем вокруг здания, известного как здание органов госбезопасности на Лубянке. Здание, хранящее много тайн и историй. Мы так и назвали наш сюжет. Вокруг Лубянки. Секреты здания ФСБ. В общем, пойдем, покажем. Перед нами наш главный герой, здание которое с 1919 по 1992 год было основным офисом для органов государственной безопасности Советского Союза. Согласно плану местности, уже в 1772 году в глубине большого участка напротив Лубянской площади располагалась каменная двухэтажная усадьба, а по границе находились корпуса, используемые как торговые помещения. После московского пожара 1812 года весь комплекс выкупил с аукциона заводчик Федор Семенович Масолов. На протяжении всего 19 века имение принадлежало роду Масоловых. Пока в 1894 году его не выкупило страховое общество «Россия», которое первоначально планировало возвести здесь отель, конкурирующий с националем. Но в ходе строительства произошел разлад между российскими и французскими партнерами по проекту. Руководство общества «Россия» приняло решение изменить концепцию застройки и возвести доходный дом, который был возведен в 1898 году. Фасад здания в стиле эклектики украсили надписью «Страховое общество России». Атих декорировали башенками, на одной из которых установили массивные часы. Являясь штатным архитектором страхового общества России, Проскурнин построил для него еще несколько доходных домов. Например, в Риге и в Москве на Срединском бульваре. Первые этажи здания на Лубянке заняли предприятия торговли и готовых услуг, а на верхних располагались съемные апартаменты. В 1902 году справа от здания через улицу Малая Лубянка по проекту архитектора Александра Иванова построили еще один четырехэтажный корпус. В нем разместились конторские помещения и доходные квартиры. В мае 1919 года здание перешло в ведение ВЧК. Дом занял особый отдел Московского ЧК. В течение нескольких следующих месяцев в помещение переехал весь центральный аппарат ВЧК под управлением Феликса Держинского. С этого момента начинается совершенно новая история дома и места. Продолжаем. Штат сотрудников органов госбезопасности постоянно расширялся. Если в 1928 году в конторе работало около 2,5 тысяч человек, то к январю 1940 года штат насчитывал уже 32 тысячи сотрудников. В 1933 году позади бывшего дома страхового общества Аркадий Лангман и Иван Безруков возвели дополнительный корпус в стиле конструктивизм. Корпус имеет форму буквы Ш, его скругленные углы выходили на улицы Большая и Малая Лубянка. Безусловно, корпус диссонировал с архитектурой основного строения. Но не торопимся делать выводы, так как это здание нужно рассматривать в свете более масштабных градостроительных преобразований, которым не суждено было осуществиться. Дело в том, что эта сторона фасада выходит в Фуркасовский переулок, который должен был застраиваться с двух сторон с симметрично расположенными зданиями в стиле конструктивизма. В конце концов, застройка была осуществлена лишь с одной стороны переулка и наиболее интересным в ней является корпус, расположенный на пересечении Большой Лубянки и Фуркасовского переулка. Во второй половине XIX века на этом участке располагалась третья казенная мужская гимназия. После 1917 года участок перешел в ведение ГПУ. В конце 20-х историческая застройка была разобрана и на ее месте по проекту архитектора Фомина и Лангмана построен комплекс административных и жилых зданий. Здание предназначалось для служебных помещений и квартир сотрудников ГПУ и получило название по находившемуся в его нижнем этаже спортивному магазину Динамо. Сегодня здание принадлежит ФСБ. Теперь понятно, что если бы перестройка Фуркасовского переулка произошла в полном объеме, то и конструктивистский корпус Лангмана смотрелся бы вполне гармонично. Продолжаем. Тем временем штат организации и ее аппетиты росли. В 1939 году архитектору Щусеву поручили реконструировать старые постройки. Эскиз утвердил лично Лаврентий Берия еще в 1940 году, но из-за Великой Отечественной войны строительные работы отложили. В октябре 1941 года в Москве ввели осадное положение. Большая часть сотрудников была эвакуирована в Кулбышев. А сам комплекс зданий на Лубянке был заминирован и подлежал сносу в случае захвата города немцами. Здание разминировали только в 1942 году. Ну а к реконструкции смогли приступить лишь в 1944 году. Щусев предложил прервать улицу Малая Лубянка, чтобы объединить два здания в одно и соорудить второй внутренний двор. К 1948 году была реконструирована только правая часть комплекса и возведен центральный сектор дома, декорированный лоджией над парадным входом. Главный фасад украсили часами, демонтированными с лютеранской церкви Петра и Павла в Старосадском переулке. Слева вплотную к строению примыкает старый корпус страхового общества, который был надстроен двумя этажами, но сохранил большую часть своего оформления. Здание объединили единым фасадом только в середине 80-х годов 20 века, полностью реконструировав бывший дом страхового общества. Параллельно с реконструкцией старого комплекса в начале 80-х годов, на противоположной стороне Большой Лубянки было возведено новое здание, куда и переехало руководство КГБ СССР. Интересный факт. Если посмотреть на старые карты, то можно легко увидеть то, что раньше на Лубянскую площадь, с этой стороны, выходило три улицы. Большая Лубянка, Малая Лубянка и Мясницкая. Но в конце 40-х годов, при строительстве нового корпуса здания органов госбезопасности, улица Малая Лубянка была прервана. На картах начала 50-х годов, мы уже можем видеть актуальную и на сегодня ситуацию. Фактически сразу после заселения силовых органов здания на Лубянке, в 1920-х годах была обустроена внутренняя тюрьма. В камерах тюрьмы содержали наиболее важных контрреволюционеров и шпионов, пока по их делам велось следствие. Через застенки внутренней тюрьмы прошло множество известных людей. В 1961 году, по распоряжению главы КГБ Владимира Семичастного, внутренняя тюрьма была ликвидирована. С основным зданием закончили. Теперь осмотримся вокруг. Начнем с углового дома, расположенного на противоположной стороне улицы Большая Лубянка, на ее пересечении с Кузнецким мостом. Бывший доходный дом первого российского страхового общества. С 1918 по 1952 год здесь размещался Народный комиссариат по иностранным делам. Само здание было построено в 1906 году. Необычный угловой план здания обусловлен тем, что на самом углу участка располагалась церковь Ведения Пресвятой Богородицы во храм. Под предлогом переноса памятника Воровскому в 1924 году церковь была закрыта и разрушена. Но памятник так и остался стоять во дворе дома. Вацлав Вацлавич Воровский. Один из первых советских дипломатов с 1921 года служил полпредом и торгпредом в Италии. Во время визита на Лозаннскую конференцию в 1923 году был застрелен бывшим белогвардейским офицером. Вполне логично, что памятник дипломату установили во дворе Народного комиссариата по иностранным делам. На монументе Воровский предстоит видеть темпераментного оратора в момент выступления. Необычная поза дипломата, по легенде, объясняется перенесенным им ревматизмом. Но существуют и другие версии. Одна из них гласит о том, что полпред изображен момент, когда пуля попала ему в спину. Также существует мнение, что из-за высокой температуры в мастерской восковая фигура памятника просела, но из-за дефицита времени ее не стали поправлять и памятник отлили, как есть. Ну а мы продолжаем. Здание ФСБ на Большой Лубянке. Построено в 1983 году. Между новым и старыми зданиями имеется подземный переход. В 18 веке здесь находилась усадьба мучительницы и душегубицы Салтычихи. Решением Екатерины II в 1768 году помещица Дарья Салтыкова, загубившая 138 крепостных, была лишена дворянского достоинства и приговорена к смертной казни. Но позже мера наказания была изменена и заменена на пожизненное заключение в монастырской тюрьме, где осужденная и умерла. Имя Салтычихи давно стало нарицательным символом злости и жестокости. Продолжим наше путешествие и посмотрим на храм Софии при мудрости Божией на Софийке. Каменную церковь вместо сгоревшей деревянной возводят к 1692 году. Храм перенес несколько перестроек до своего закрытия в 1932 году. После закрытия в здании размещают фабрику экспериментальной спортивной одежды «Динамо». С 1990 года здания бывшей церкви и прилегающая территория передаются в ведение КГБ СССР. В самом начале XXI века по инициативе сотрудников ФСБ на базе храма создается православная община. После освящения церкви Алексия II директор ФСБ Николай Патрушев передал патриарху символический ключ от храма. Центральный детский магазин на Лубянке ранее известный как «Детский мир». Прежде чем поговорить о здании детского мира, предлагаю посмотреть на старую фотографию этого участка Лубянской площади. Безусловно, картинка изменилась. На этой фотографии 1909 года мы видим Китайгородскую стену, Владимирские ворота, Пантелеймоновскую часовню, но нас интересует здание справа. Это Лубянский пассаж. Именно на его месте в 1957 году был построен торговый центр «Детский мир». Самый большой детский магазин в Советском Союзе. Первое в Союзе торговое сооружение, сделанное по мировым стандартам. В Невермаге можно было приобрести все виды товаров для детей, от новорожденных до школьников старших классов. Автор проекта – архитектор Алексей Тушкин, по проектам которого, например, построили высотку на Красных Воротах и железнодорожный вокзал в Симферополе. В 2015 году новый владелец здания завершил масштабную реконструкцию, сохранив облик здания, но достаточно сильно изменив его внутреннее содержание. И с этого года торговый центр функционирует под вывеской «Центральный детский магазин» на Лубянске. Теперь пройдемся по Лубянской площади. Своим названием площадь и район города обязаны новгородцам, заселившим это место при Иване Третьем и назвавшим его по примеру района Великого Новгорода – Лубяница. В 1835 году в центре площади был сооружен фонтан. Фонтан выполнял роль водозаборного бассейна, куда подавалась питьевая вода из Матишинского водопровода. В 1926 году площадь и улица Большая Лубянка были переименованы в честь Феликса Держинского, и только в 1990-м им было возвращено прежнее наименование. В 1931 году фонтан на площади был демонтирован и перемещен в нескучный сад. Интересно, что в 1957-м над клумбой в центре площади располагался ковер-самолет с фигурами детей. Экспозиция была посвящена празднованию открытия шестого фестиваля молодежи и студентов. Но уже в 1958 году в центре площади, на месте, где ранее находился фонтан, был установлен памятник Дзержинскому, созданный скульптором в Учетиче. В настоящее время монумент находится в парке Музеон на Крымском валу, куда был помещен после того, как в 1991 году демократически настроенные народные массы свергли его с пьедестала. В день памяти жертв политических репрессий в 1990 году на площади был установлен монумент памяти жертвам ГУЛАГа, так называемый Соловецкий камень. Здание вычислительного центра КГБ СССР сооружено в 1987 году. Ранее на этом углу стоял храм иконы Гребнинской Божьей Матери на Луганской площади. А за храмом был расположен построенный в 3897 году многоэтажный жилой дом с магазинами. Именно в дворовом корпусе этого дома жил художник Грубек и его жена. А в 1919 году поселился поэт Владимир Маяковский. Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения. Бывший доходный дом Московской духовной консистории построен в конце 19 века. Ранее на этом месте существовало Рязанское подворье, в котором находилась тайная канцелярия времен Петра I, которую во времена Екатерины II сменила тайная экспедиция при Сенате. Именно здесь, в мешке, так называли местные камеры, сидел известный бунтовщик Емельян Пугачев. В общем, у этого места вполне себе закономерно и преемственно. В 1899 году на месте Рязанского подворья развели новое здание, исполненное в всегда русском стиле. А через 10 лет в узкий проход между зданиями втиснули доходный дом. Здание Главного управления государственной экспертизы до революции 1917 года было доходным домом Кепина, владевшим главным домом в усадьбе напротив. В середине 18 века в передней части усадьбы уже стоял каменный дом – центральный корпус нынешнего главного здания. В 1831 году усадьба была приобретена московским губернским представителем дворянства Александром Дмитриевичем Чердковым. При нем усадьба превратилась в своеобразный центр культурной жизни Москвы. Здесь бывали Пушкин, Жуковский, Голголь. Ну а в самом конце 19 века в залах главного дома усадьбы разместились литературно-артистический клуб и кружок. Перед их переездом архитектор Шехтель художественно оформил главную лестницу дома. А корпус по Малой Лубянке и Фуркасовому переулку был выстроен в 80-х годах 19 века. Вот мы снова вышли к зданию ФСБ на Лубянке. Солнце уже садится и нам пора завершать нашу прогулку. Уверен, у нас с вами еще много интересных путешествий и прогулок. Да! И не забудьте поставить лайк и подписаться. А ваша финансовая поддержка нашего канала поможет нам делать больше интересных и разнообразных материалов. До встречи! Хороших вам прогулок!